Сегодня прекрасный день у меня будет благодаря вам. Решила себе приготовить немножечко вредняшек. Значит, у меня после выходных осталась колбаска. Я делала пиццу. И, в общем, у меня чуть-чуть ее как раз осталось двух видов. Такая вот вареная-копченая и вареная докторская. И мне как раз, я думаю, хватит на парочку бутербродов. Сверху я отрежу, положу сыр. Такой вот российский. И, кстати, рекомендую брать именно в таких вакуумных упаковках. Потому что я заметила, что у нас в последнее время в магазинах то, что продавцы сами нарезают и упаковывают в пленку. Бывает часто очень не первой свежести сыр. То есть непонятно, когда его привезли, когда распаковали, когда расфасовали. Ну, точнее, когда расфасовали, они ставят дату, но неизвестно, сколько он у них пролежал. Вот такие сыры. У них есть дата изготовления, срок годности. Все в вакууме. Ничего не сохнет, не портится. Короче, такие сыры всегда свежие. Колбаска разложена. Теперь остается положить на нее сыр. Конечно, было бы круто, если бы он был тоже натертый. Но я не стала уже заморачиваться на этот счет. Если сделать, натереть сыр на терке, то получится вообще как мини-пицца. И если еще сюда маринованные огурчики добавить, то вообще прям копия будет. Еще, конечно, пофантазировать. Можно и кетчуп, и майонез, и так далее. Вот. Ну, короче, у меня будет такая упрощенная версия. Я включила самый слабый огонь на самой маленькой комфорке. И кладу сюда кусочек сливочного масла. Сейчас оно растопится. Я его распределяю по всей сковороде равномерно. И потом просто выкладываем бутербродики. И обязательно закрываем крышечкой, чтобы сыр расплавился. Итак, прошло минут примерно 10. И бутербродики готовы. Выключаем газ. Какой аромат, девчонки. Очень вкусно пахнет. И так вот я их ножиком обычно подцепляю и кладу на тарелочку. У них обратная сторона получается такая очень хрустящая. И сливочное масло впитывается в хлеб. Получаю очень приятный, нежный такой вкус получается. Вот. Мне, наверное, два бутерброда не съесть. Так что я один, наверное, мужу оставлю. Вот этот зелёный ячелёк приготовлен уже. Два черносливчика и шоколадка. Горький шоколад со стемией. 72% какао. Приятного ничьего пить. Эти соседи вообще собираются переставать делать ремонт или нет? Ни ребёнку поспать не дают, ни мне видео снять. В общем, девчонки заранее извиняются за этот сверлёж. Надеюсь, что он не сильно вас раздражает, не сильно вам помешает. В общем, сейчас покажу то, что я вчера купила. Вечером не успела даже вчера разобрать. Покупки из магазина Плюс. Купила такие расходные материалы, которые меняю ежемесячно. Это губки, мужу, дочке. Решила вот такую вот взять с игрушечкой. Она у нас сейчас начинает сама мыться уже. Так что, чтобы ей было удобно и интересно. Мычалку держать. И вот себе такую вот бежевую мычалочку. Так, дальше тоже расходные материалы, которые меняю ежемесячно тоже, каждый месяц. Это вот такие вот две зубные щётки средней жёсткости, Oral-B. Мне, мужу, а дочке я недавно меняла. На прошлой неделе, по-моему, так получилось, что это что-то у нас как-то в разнобой получается покупать. Лесной бальзам беру. Всегда вот такой большой упаковкой. Так, дальше взяла вот такой вот гель для мытья посуды детский. Я вообще взрослую посуду мою в посудомойке, поэтому в последнее время я беру детский гель. Только бутылочки мою сама вручную. Ну, за редким исключением, так бывает, и нашу посуду иногда что-то там надо подмыть. Так, дальше солнце и луна. Вот такие салфетки для детей влажные. Я их взяла по акции за 59 рублей. По-моему, 63 штуки. Получается меньше одного рубля за штуку. Далее я купила сделочную доску. Взяла вот такую белую, пластиковую. Деревянные у нас на данный момент две штуки. Уже начали расслаиваться, трескаться. И вообще деревянные это нам дарили. В общем, это не лучший вариант для разделочных досок. В них все забивается. Впитывает дерево в себя все. Нехорошее пластик и стекло в этом плане. Ну, идеальный, конечно, вариант стекла, но она очень шумная. Поэтому, так как я часто готовлю, когда у меня спит ребенок, если я сбрякаю ножом по разделочной доске, будет не очень хорошо. Поэтому я взяла пластиковую, она стоила недорого. Просто буду их чаще менять и все. Затем взяла для себя вот такую вот новинку. Очень тяжелая. Она здесь, по-моему, 3 литра, 2 литра. Но ощущается, если честно, как все 5. Жидкие мыльные стружки для машинной стирки. Там были детские с ромашкой. Было хозяйственное мыло такое же. И вот такое вот я взяла почему-то именно это. Посмотрела состав. Мне очень понравился состав. И если будет еще и все отстирывать, и приятно от вещей пахнуть, то это вообще прям супер находка. Я тогда прямо буду очень рада. Девчонки, кто-нибудь пробовала вот такие вот жидкие мыльные стружки или нет? Расскажите, поделитесь, попробую. Я вот таки купила вот такую вот зубную пасту. В этот раз взяла пробовать вот такую. Всегда беру для детишек от 1 года, либо от 0. Они самые такие безвредные. У нас бывает они только что. Ну, знаете, еще ребенок как бы плохо, наверное, прополаскивает. Я так думаю, не очень хорошо. И взяла последнее. Это вот такие вот масочки Дизао. Я вам, по-моему, показывала в одном из улоков, что я купила две штуки, они по акции. 49 рублей стоят вместо 99. Я одну попробовала на днях, и мне она очень понравилась. По эффекту, это самая лучшая маска из всех, что я в последнее время пробовала. Вообще, из всех, наверное, что я куда-либо пробовала. Она мне понравилась тем, что она очень классно питает, увлажняет кожу. Прямо упругая, подтянутая она становится. Я говорила, что у меня после вторых родов кожа стала очень сухая. Ничего не помогала, ничто не справлялось, никакие масла, ничего, ни маски. Маски давали кратковременный эффект. Вот эта маска, я ее нанесла, и у меня уже два дня кожа напитанная, увлажненная. Нету вот этих сухостей, участков сухих. Но единственный у нее минус, это то, что, ну, лично для меня, что она очень плотная, такая плотная тканевая основа. И у нее не жидкий прозрачный гель, а такой белый кремушек. И вот этого крема, короче, она не очень мокрая. То есть, она прилипает к лицу, но не очень сильно. И вот особенно на шее. От шеи она постоянно отклеивается. Ее нужно лежа наносить. Если вы будете лежать, то все будет в порядке. Но ходить с ней практически нереально, мне кажется. Потому что она суховата. Но, тем не менее, увлажнения хватает. То есть, для кожи этого достаточно. Могу ее всем порекомендовать. Такая классная с Монолизой. Вот такие вот у меня были небольшие покупки. Мы сейчас с Яной пойдем, скорее всего, гулять. Потому что она не доспала. Только что проснулась. Соседи не дают ей выспаться. Так что придется нам раньше, чем планировалось, выходить на улицу гулять. Надо еще погулять. У меня мама пока с Яной гуляла, а я поделала в магазин. Там небольшие покупочки у меня потом покажу вам. Маслечка уже начинает таять. Кстати, иду по новому мосту нашему. Преображенский он, по-моему, называется. И дальше. Вот там вот впереди точно такой же практически. Старый мост через другую реку. Они когда-то с дружкой идут. Опять что-то построили. Это гостиница, ресторан, всякие магазины. Тут еще что-то пристроили опять. Вот такая у нас сегодня прекрасная погодка. Вот это просто. Это, кстати, у меня мама. Так, ребята, мы уже дома. У нас тут все еще ремонт в соседних как не закончат. Оказывается, это с первого этажа у нас на третьем. Представляете, слишком купила я себе, в общем, вот такую вот шапочку. На весну скоро можно уже будет одевать такая тоненькая, с пчелкой. Ну, типа, типа Гуччи рисуночек, ленточка. Ну, здесь никаких значков нет, опознавательных знаков. Я вообще люблю и брошки всякие с пчелками, со стрекозами. И в одежде, когда такие у меня еще. Ну, короче, в общем, нравятся мне такие орнаменты. Поэтому купила такую шапку. Еще была черная, она мне вообще не подошла, мне кажется. Как-то не так смотрится. И серая. Я себя сфоткала сама. И мне показалось, что бежевая как-то поинтереснее смотрится. Поблагороднее, что ли. Купила я не вот такие вот сандалики на лето. Ну, а, конечно, ходить еще не будет. Поэтому я не стала брать дорогие. Я думаю, что... Да, я уверена, что максимум там у нас за ручку может немножечко выпить. А в основном сидеть, наверное, в колясочке будет. 115 миллиметров у них. Супинатор есть. Тканевая здесь все. Это вот кожаная. Ну, в общем, такие, знаете, ясеные, типа. Сандалики такие миленькие. Мне понравились, в общем. И я еще купила шапочку на весну. Разную пересмотрела. Она зашла с новой, кстати, с моей коляской в магазин. И мы ей померили вот эту шапочку. Такая вот с хыской. Нежно-розовая. С бомбончиками, бомбошечками. Которые, кстати, очень хорошо пришиты. Не болтаются. Так что вот, Януська к весне у нас почти готова уже. Осталось съездить в гараж за Анюткиными ботиночками старыми. По-моему, они у нас сохранились, насколько я помню. Никому, я надеюсь, их не отдала. Я только что приготовила нам с мужем на вечер вот такой вот салатик. В последнее время он нам очень полюбился. Это типа греческий, но только без маслин и оливок. Потому что у нас в семье их никто не любит. Здесь помидорки, огурчики, репчатый лук, салат. Ой, подождите. Капуста пекинская, по-моему. Можно листья салата, в принципе. Но вот с этой, по-моему, вкуснее капусты. И сыр фитакс. Я, на самом деле, такой сыр до недавних пор вообще не любила. Но в этом салате он мне очень нравится. Вот такой сыр мы берем всегда для этого салата. Хохланд фитакс. Заправляется салат маслом. Ни оливкового нет. Так что я просто подсолнечным заправила. Это как бы не критично. Вкус сильно не влияет. И немножечко подсолила. Вот этот сыр солоноватый, поэтому сильно не солю. Очень вкусный салат. Такой весенний, весенний, летний. И могу его и всем вам порекомендовать, если кто не пробовал. Кстати, мы собрали сегодня вот эту листовочку. Но у нас сократили срок проведения акции. Выдавать наклейки будут до 27 марта вместо 17 апреля. Кстати, еще вот три штучки осталось даже. И дело в том, что у нас из всех магазинов пропали вот эти кружки с игрушками. И, в общем, сейчас у меня мама вроде как будет звонить на горячую линию. Кассиры в магните сказали ей, что нужно звонить на горячую линию. И тогда сразу привезут эти якобы кружки. Не знаю, поможет это или нет. Сказали, что машина каждый день приезжает из Перми с товаром. Но кружки так и не везут почему-то. И в Перми вроде бы тоже нигде их нет. Ну, короче, вот такие вот дела у нас, как всегда. Частенько такое бывает, что людей кидают с этими акциями. Еще можно немножечко похвастаясь. Помните, я делала водилку из соленого теста в садик. И вот, представляете, мы ее осенью сдавали. И только сейчас нам вот выдали диплом. Оказывается, мы заняли второе место в каком-то всероссийском конкурсе. Это, оказывается, был всероссийский конкурс. Я думала, это просто в садике все это проводится. Короче, вот такие вот дела на второе место, оказывается. Налепила я по делу. Сегодня что-то у меня какой-то прям день покупок, обзоров. У меня еще муж вчера принес совместных покупок очередной заказ. И я его так опять не успела разобрать. Некогда мне уже было вечером этим заниматься после тренировки. Я поэтому сейчас с вами открою. В общем, я заказывала какая-то фирма Ивашка, по-моему, называется, одежду для Яны. У нее все слипики, практически вся одежда. Ей стала мала. И я заказала, в общем-то, побольше уже размерчики. Такие хлопчатобумажные, обычные, российского производства, недорогие. Они стоят... Знаете, сколько мне это все обошлось? 816 рублей. Здесь 4 вещи. Вот такой вот. Ну, обычный, в общем, ничего особенного. Больше всего мне нравятся на данный момент. Вот такие вот цельные. Это и выгоднее, и удобнее. Когда одна вещь на ребенке. Вот такой вот. Ну, я уже вижу по размеру, что он должен быть ей хорошо. Ивашка.ру у них сайт. Комбинезон Юла. Кулирка. И второй. Расцветки, по-моему, выбирать нельзя было. Просто я указывала, что это на девочку мне нужно. И вот такой вот смешной зелененький с лягушками. И заказала я еще два бодика. У нас лосинок много. Всяких лосинки, колготочки, ползунки. А вот бодики у нас закончили. Вот такой вот желтенький. Кнопочка. На кнопочку вот так вот застегивается. Внизу тоже. В общем, прикольно все. Конечно, не люкс качество и расцветка. Обычная такая дешевенькая. Но, знаете, ребенку, одному ребенку походить, я думаю, достаточно. И вот такая вот расцветочка. Мне вот такая больше нравится. Деликатная, нежная, бежевенькая, универсальная. Кстати, можно и на мальчиков, и на девочек. В общем, вот. Такие вот у меня были покупки для Януськи, для нашей. Давно я не покупала одежду. Детки быстро растут очень. И вот этого ей хватит буквально, наверное, месяца на 2-3 максимум. А еще я частично заполнила уже альбомчик. Это, кстати, так увлекает вообще. Ну, так, немножечко. То есть я приготовила фотографии. У меня фотографии УЗИ нету. Поэтому я приклею сюда, потом вырежу. Нужно по размеру все беременное. В общем, здесь все заполнила тоже. Табличку стала заполнять. Вот тоже некоторые данные. А вот и я. Вот это тоже по размерчику потом вырежу. Это самая первая. Ну, одна из самых первых фотографий из роддома. Значит, и даже с маски в этой. Вот. В общем, затянула меня. Я тут позаполняла. Вот это тоже сюда. Наша древо семейное. Вот. Вот сюда вклею. В общем, пока Яна спала, я сидела заполняла. Надо будет потом тоже все фотографии с каждого месяца распечатать. И дозаполнить вот это все. И вот эту вот коробочку, девчонки, я тоже заполнила. Наконец-то все вещички, мои сокровища обрели свое место. Смотрите, сейчас покажу. В сокровищах Яночки у меня лежат бирочки две. Пока у меня от нее есть только бирки. И вот эта вот прищепочка с кусочком пуповины, весь зеленкий. В общем, я его сохранила. Вот. Это все, что у меня есть пока для Яны. Никаких там волосиков, локонов первых пока нет. У Анютки, посмотрите, у меня есть первая ее стрижка. Я ей отрезала вот этот вот маленький детский кудрявенький хвостик. Вот. И тут тоже у нас бирочек много. Из больницы, из роддома, из реанимации и так далее. Я все это храню. И вот первый наш зубик, который мы сегодня удалили. Так что вот. У Анютки уже полный комплект. Поделилась с вами своими сокровищами. Я думаю, когда мне будет лет 60, я буду с таким трепетом открывать эту коробочку. С слезами, наверное, я уже реветь хочу, девчонки. И вот этот альбом тоже буду пересматривать. И вспоминать, какие были маленькие мои девочки. Ребята, мне только что позвонила мама. Сказала, что... Ей позвонила ее подружка и сказала, что нам в гипермаркет магнит завезли. Игрушки эти акционные без зубиков. Короче, я срочно туда побежала. У меня пришел папа, посидел с Яной. И, в общем, я забрала последнего, представляете? Передо мной девушка взяла еще одного. И я взяла последнего. Все, больше их нет. То есть их сегодня завезли, и сегодня их уже не стало. И сказали, что больше привозить, скорее всего, не будут. Короче, у нас остается еще две листовки. Анютка, конечно, хотела ослика. Но я думаю, этой игрушечке она тоже, конечно, обрадуется. Но не хотелось бы, чтобы пропадали вот эти две листовки, которые мне как раз выслала моя подписчица, про которые я рассказывала в первой части этого влога. Не знаю, папа у меня вроде хотел сейчас заехать в другой магазин магнит, посмотреть, может быть, там есть. Короче, это какое-то сумасшествие с этими игрушками. Видимо, они, видимо, все собирают эти наклейки. Не хватает им этих игрушек, кружек. Кстати, я вчера вечером написала после тренировки в сервисную. Ну, короче, на сайт магнита зашла и написала им, что у нас нет игрушек. Такой там адрес все указывается в магазинах. И вот сегодня, считайте, утром сразу их привезли. Не знаю, может быть, это мое обращение повлияло. Может быть, просто совпадение. Если что, не знаю, придется, может быть, в Перми искать где-то. Девчонки есть кто-нибудь из Перми? Напишите, увидели вы в ближайшие дни в магазинах, в магнитах вот такие игрушки или нет. Все равно, я думаю, кто-нибудь у нас, у нас часто кто-нибудь ездит в Пермь. Можно у знакомых кого-нибудь попросить, можно самим съездить. Ну, не специально, конечно, для этого, а просто все равно, я думаю, мы когда-нибудь поедем туда. Мы, кстати, мультики вот эти не смотрели. Анютка вообще не знает этих героев. Но игрушечки, конечно, классные, качественные. И кружки тоже очень хорошего качества. За 99 рублей всего получается с вот этими наклейками. Хочется, конечно, еще хотя бы ослика получить. Анютка его так хотела. Ну и давайте, наверное, буду завершать этот влог. Ничего особо интересного сегодня уже, скорее всего, не произойдет. И вообще у меня опять получился этот влог на две части. Первая часть делилась я своими возгласами, восторженными возгласами, впечатлениями от посылок. И вторая часть тоже какая-то уже затянутая получается. Но, насколько я знаю, как раз длинное видео многие мои подписчики любят смотреть. Так что я надеюсь, вам эти влоги понравились. И, как обычно, спасибо всем, что посмотрели это видео до конца. И всем пока-пока. Да, Яна тут тоже хочет свое слово сказать. Я сижу, ее кормлю. В общем, всем пока. Пока.